Дорогое собрание, уже за 10 часов будем начинать наше собрание, поклонение Богу. Перед тем, как мы будем начинать, я хотел бы немножко по-другому провести, хотел бы приветы принять, если у кого-то есть приветы, кто-то где-то был или звонил, сегодня можете им передать этот привет сегодня. Есть привет? С Мельбурнской церкви брат посетил Мельбурн. Не было несколько разборов, мне кажется, несколько разборов у вас не было в среду. Я поэтому ориентируюсь, когда человек, как долго вас не было лично. Да, с Мельбурна привет. Есть еще привет? Привет, за привет спасибо. И передавайте приветы от нашей церкви, кто где будет, мы сердечно просим. Сегодня у нас особое служение. Будут, как обычно, и проповеди, и песнопения. Все это будет во славу Господа. Еще хочу по приветам и по объявлениям сказать несколько слов. Насчет уроков Антонины Моисеевны, хочу сказать, что в четверг также остается в 6 часов вечера, вы можете приходить на дом, да, дома бы, дома. Так что, кто там знает эти общения и хочет присоединиться, пожалуйста, вы можете также присоединяться, иметь общение в этом. Вот принесли мне только что тоже такую визиточку из дома престарелых. Ольга Рачинская, Рачинская, она сейчас там. Здесь есть адрес. Эта визиточка будет у пастора Дэйна. Здесь есть адрес. Если кто-то хочет сестру посетить, вы можете это сделать по этому адресу. Так что, пожалуйста, не все хотят, а вот эта сестричка хочет, чтобы ее посещали. Так что, пожалуйста, можете посетить, ободрить в вере и просто поделиться, что делается вокруг в мире. Я думаю, это будет хорошо. Давайте вставшими помолимся Богу. Я бы, наверное, призвал вас к общей молитве, чтобы мы в это утро, когда мы пришли на это место, чтобы, если у вас есть желание, вы в духе хотите открыть свои уста для того, чтобы прославить Бога, вы можете это делать вслух. Или я просто оставлю время, в любом случае время оставлю в паузе, чтобы вы просто успокоились, мысленно настроились на вот это время, которое мы имеем. И если у вас есть желание, вы также можете и помолиться, и прославить Бога. Давайте помолимся. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты говоришь в Слове Твоем, что верующие в Меня имеют жизнь вечную. Верующие во что? Я верю в то, что Христос взял мой грех. И вот эта надежда, она греет христиан, которые идут за Тобой. И по жизни исправляет свою жизнь, как Ты хочешь этого. Насколько у кого получается, Бог. Но наше спасение – имя Твое, Иисус. И сегодня мы будем поклоняться Тебе и славить Тебя и поклоняться Тебе. Будь с нами в это время. Наполни Духом Святым братьев, особенно, кто будет делиться словом, чтобы Ты использовал их уста, их сердца для того, чтобы донести к нам Твои истины. Благослови Фреда в этом. Он будет делиться словом на английском, Господь. Благослови Идеина, Господь, чтобы Он также донес нам мысли, те, которые Ты Ему положил на сердце. Помоги нам молитвенно поддерживать братьев, когда они здесь, чтобы мы, Господь, могли переживать и поддерживать таких, которые выходят сюда. Да, просим это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте таки стоя споем несколько гимнов. «Ангелы в небе», «Мой Бог», «Бог мой, ты, скала моя», и «His name is wonderful». У нас сегодня новый получился состав братьев, так что мы будем вас сегодня вести в пение. А вы идите за нами, хорошо? Аминь. 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 Христос Господь в небе нас ждет, в небе нас ждет, и в сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу Твою, славу Твою. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Бог мой, ты скала моя, следующий будет гимн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Создатель всех людей Чудесный мой Господь Иисус Христос Он добрый пастырь Основа надежды И всерогущий Бог Ему служитель Его любитель Чудесный мой Господь Иисус Христос 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 or the circumstances why the author has written this psalm like other psalms, for example, we know Psalm 23 David, the shepherd, the Lord is my shepherd or Psalm 51 when the prophet Nathan came and spoke to David and pointed out his sin the author attributed to Asaph we see in his writings he definitely sensed pain anxiety, perhaps even depression what can we discover about Asaph through his experience and how can this help us today may we find ourselves in these very similar circumstances where we feel God is not answering our prayers nothing in this psalm indicates there is a need for confession of sin nothing in this psalm there is indication there is secret sin that needs to be dealt with that causes this pain as we see in Psalm 32 and Psalm 51 but he cried out for help in this psalm in this psalm there was enough problems in Asaph's life for him to write this down and to share it with Jed the Hoth let's review some of his experiences his personal experiences he cried out to God he wanted to be heard by God he cannot sleep at night and sleep is in lights being difficult days he refused comfort his spirit grew faint anxious despair searching, looking for answers for questions and even in his distress he couldn't even talk as I read that not on that you kept my eyes from closing God and I think some of us might have lived through these times perhaps recently or not so recent or perhaps we are living through these moments in our lives now we see that Asaph turns to God which is a positive thing to do in verse 2 he said he sought the Lord he also had some revelant questions and appropriate questions honest questions regarding the Lord and in this text he doesn't get an answer for his questions that he had perhaps we have similar questions now we're looking for answers and we don't have answers from God himself and these questions do not lack because you lack faith these questions are not answered because you need to pray more or you need to you have sin in your life they're just honest questions verse 7 if you read please would the Lord cast off forever will he be favourable no more has his mercy ceased forever has his promise failed forever more has God forgotten him to be gracious we know what the answers to these questions are don't we now but not the writer at that time but he had a solution he said in verse 10 onwards he said and this in my anguish I will remember the years of the right hand of the most high you see in even his anguish and pain he remembers God I will remember the works of the Lord surely I will remember your wonders of old that was verse 11 Asaph turns back about 400 years to the history of the Jewish nation and he recounts the history that is the exodus from Egypt to the promised land how God was faithful and kept his promise from the land of slavery to the land of freedom from being having no land to a land that exists even to today a promise that God spoke to Abraham back in Genesis 12 verse 6 and 7 so Asaph recalls all this and then from about verse say 12 onwards to the end or 10 onwards onwards over 20 times he mentions you and your you and your you were there Lord let's just get back to the questions that he asked we already know the answers to because of our experiences or through the text that we've new text on Psalms and or particular New Testament and perhaps we feel like the Lord did cast us off forever but those answers are really from Satan that God doesn't exist but he does will the Lord cast us off forever will his mercy cease today their answer is no Lamentations 3 verses 22 23 because of the Lord's great love we're not consumed for his compassions never fail they knew every morning Psalms 136 over 26 times it says his mercies he records that God's mercies endures forever it doesn't cease has God forgotten me gracious answer is no the Lord is merciful and gracious slow to anger and plenteous in mercy has he forgot no he hasn't forgotten us one thing he does we read in the psalm he says even I he who blots out the transactions for my sake and will remember your sins no more God does forget sin but doesn't forget us again Psalm 145 and onwards you have enough information to say that God is compassionate his mercies never fail the psalm if you go to the very last verse of this psalm 20 it ends with the words you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron like our moments of despair might appear that like God isn't being faithful to our promises he's given us sleepless nights we're anxious and praying for questions to our problems thinking about things we can pour our heart to God even with profound complaints and such moments and like our stuff we can remember God's faithfulness in the past to keep our faith in God's future grace from failing in the present we can remember God's faithfulness in the past to keep our faith in God's future grace from failing in the present reading this psalm we do not get an end story we don't get a result from his issues or circumstances we don't see completion and maybe that's our story here and now we find ourselves in this psalm we haven't got the end story or the completion for our issues anxiety and understanding or we're just waiting for God's response now however the hope is real as difficult as it looks right now as as much it appears you've forgotten to be gracious your history God tells us that you still keep your promises and you do bring deliverance as you have done in the lives of Moses Aaron Joshua David Samuel Martin Luther Tim Keller Billy Graham as you've done in the lives of our parents our grandparents as you've done in the lives of our fellow believers dad Degis Roja Boris Polizhnikov you were faithful than God you have led these people through the valleys you have led these people through to the mountains and to glory Lord you remember 20 times in Psalm 77 you have been faithful to them over the personal history and you would be faithful to me in this moment too and like a self we might not quickly receive the comfort we long for but we fight and we rest for the hope with our strength Amen we have a song of the song of our song and we want to sing песни. Я не знаю, что будет, но пусть только вы остроили. И да, все будет хорошо. Стук, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лиза, продолжуй далі, слава ти Бога, не зупиняйся, хорошо? Тебе все гарно получается, ти молодец. Давайте мы сейчас споем один гимн. Во время этого мы поучаствуем в нашем материальном служении. А вы можете сидеть. Братья, попрошу сюда выйти, мы споем один гимн. Хочет всех людей Господь благословить. Братья, вы знаете, кто этим занимается. Сережа и Андрей, пожалуйста, помогите нам в сборе средств. А ваше сердце пусть Бог благословит и откроет ваши руки для этого и кошельки. Хочет всех людей Господь благословит. Хочет всех людей Господь благословит. Хочет всех людей Господь благословит. Иисуса, это не зупиняйся, хорошо? Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Он пришел за грех наш на кресте страдать. В воскресенье своим победу дать. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти. Знай таких, Иисус пришел взыскать спасти. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Счастлив, кто спасит. Счастлив, кто спасителю себя отдаст. Кто его возлюбит. Кто его возлюбит, тот хвалу воздаст. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Иисуса, ты пусти. Дверь открой широко, окна распахи. Иисуса, ты пусти. Поблагодарим Бога за средства. Я попрошу, чтобы Сережа помолился за средства. А ты нарисуй за деток, которые потом пойдут на воскресную школу. И не только в воскресную школу. Чтобы Бог их благословил. Отец Небесный, Господь наш, благодарим тебя за то, что в нашей церкви есть детки. Мы уже видели много изменений в этом мире. И что увидят дети, мы не знаем. Просим быть с ними в этом мире быстро изменяющемся. Сейчас они идут на воскресную школу. Просим специальных благословений для них. Пусть тебя радуют. Аминь. Боже Бог, дякую тебе за этот день. Дякую тебе за возможность иметь деньги, заработать, частину оставить себе, частину отдавать и стране, и частину отдавать тебе, Боже. Благодарю каждому из нас. И чтобы мы были расположены до этого. Благодарю, чтобы эти деньги шли на дело твою. Аминь. Сейчас мы будем еще один петь гимн перед тем, как мы будем иметь воспоминания. Мы сейчас споем гимн, который называется All Baggers Rugged Cross И в это время братья, кто участвует в этом служении И потом, чтобы вы подошли сюда И мы будем иметь воспоминания Сейчас будем петь гимн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 «Смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да, испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и волны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Бог оставил нам вечерю Господню, как воспоминание, конечно, но тоже как момент истины перед Ним, типа проверка. Нашим участием мы и обновляем нашу верность к Христу, и объявляем единство с Его телем Церковью. Хотя мы этого недостойны, но существует правильный подход к нашему участию в заповеди. Пожалуйста, сделайте это с чистой совестью пред Богом. Давайте сейчас встанем, обратимся к Богу в тихой молитве, проверим наши сердца, исповедуем грехи наши, если они есть, вспомним все, от чего мы спасены, и поблагодарим Ему, затем мы закончим молитвой отче наш, и потом приступим. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, продавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава. Аминь. Наш Господь в ту ночь, которую был предан, взял хлеб и возблагодарил. Пожалуйста, Боже, Вознеси нам по верности за хлеб. Дорогой Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя за то, что Ты, исполненный любви и милости к нам, роду человеческому, послал в свое время Сына Своего, Иисуса Христа, который взошел на крест Голгофы, чтобы заместить нас, чтобы принять на Себя муки, страдания, наш грех, чтобы освободить нас от этой вины перед Тобою, и чтобы дать нам право на вход в вечное Царство Твое. Господи, благодарим Тебя за то, что во все века это истинно повозглашается о Твоей заместительной жертве там на Голгофе. Этот хлеб нам символизирует Твое ломимое тело. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил этот хлеб и нас, становящихся сегодня снова причастниками Твоего тела и крови Твоей. Господи, прости нам все согрешения наши, очисти нас вновь и вновь, и даруй, чтобы это наше участие было приятно и Тебе, и нам в радость и укрепление веры нашей. Да будет во всем прославлено Твое имя, Бога нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус затем разломил хлеб и сказал, сие есть тело Мое за вас ломимое. Пожалуйста, братья и сестры, подождите до конца, и мы примем элементы вместе. Пожалуйста, братья и сестры, подождите до конца. Пожалуйста, братья и сестры. Пожалуйста, братья и сестры, подождите до конца. Пожалуйста, братья и сестры, подождите до конца. Я сейчас спрошу вопрос, и вы ответите халлелуйя. Хорошо? Таким же образом наш Господь взял чашу, называя ее чаша Новозавета в его крови. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... We'll wait for that time. Amen. 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 Heavenly Father, God, I give you praise this day, Lord, that you are my creator and savior, God. So much to praise you for, to be thankful for. Thank you, Lord, that I'm amongst brothers and sisters and that we can all together remember that which happened so long ago but which is most important in our lives today, what Jesus did for us on the cross. Thank you for sending your son. Thank you, Jesus, for being obedient even to the point of death, death on the cross, for our sins. What a relief it is, what a joy it is to live in that grace. We all, with one heart, give you praise, Holy Trinity, for the salvation of God and that we're a part of it. It's in Jesus' name we pray these things. Amen. Сейчас мы отпустим наших деток на воскресную школу. Так что с английской школ вы можете идти заниматься, пусть Бог благословит и вас, и учителей. Сейчас я попрошу брата Анатолия, у него есть песня. Как всегда я рад слышать его, когда он делится поэзией с нами в песне. И пусть вас Бог благословит, Анатолий Николаевич. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизни твоя. Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизни твоя. Продолжение следует... Продолжение следует... На колгофе в небо дверь открылась, Бог в любви спасенье людям дал. Пусть твоя житейская тропинка не обходит старого креста, Чтоб душа, как детская слезинка, От порока стала здесь чиста. Счастья вдалеке искать не надо, Поспеши сюда, и ты поймешь, Здесь оно совсем с тобою рядом, У креста источник обретешь. Здесь мечты и чаяния людские, Здесь надежда светлая веков. Во Христичьи руки дорогие, Мир спасли от гибельных оков. Пусть прошли века, стирая платы, Но Спаситель хочет вновь сказать, Искупление данное бесплаты, Друг мой, опасайся потерять. Пусть прошли века, стирая платы, Пусть прошли века, стирая платы, Друг мой, опасайся потерять. Слава Богу. Слава Богу. Начальник жизни пастырь мой. Начальник жизни пастырь мой, Пала Твоей любви, Чтоб не забыл, Чтоб не забыл Твоей любви, 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 Толкову мне яви. Я бни мне новый гроб, Где ты замученный лежал, Чтоб не забыл Твоей любви, 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 Чтоб не забыл Твоей мольбы, Чтоб не забыл Твоей мольбы, Чтоб не забыл Твоей любви, Голубь не яви. Тебе хочу я подражать, Покорно крест нести И чашу стопей принимать, Что дашь мне на пути, Чтоб не забыл Твоей мольбы, Чтоб не забыл Твоей мольбы, Чтоб не забыл Твоей любви, Голубь не яви. Приветствую еще раз, дорогие братья и сестры. Слышно? Слышно? Все. Немножко волнуюсь, потому что я Две недели провел в Америке, И когда вернулся, я заметил, Что мой русский немножко отстал, И я здесь, я так замерз здесь, Что вообще челости, рот не работает, Как надо, как все. Какой-то массаж надо сделать. Поэтому, не знаю, трудно подбирать слова, Как надо, надо быстрее говорить. Благодарен, как всегда, За возможность нести вам слово. Давайте откроем вместе Взывающие слова Иисуса В Евангелии от Марка Восьмой главе С двадцать седьмого Стиха по тридцать восьмой Евангелия от Марка Восьмая глава Начиная с двадцать Седьмым А, я потом прочту. Я хочу рассказать вам сначала Историю, пока вы ищете это место. Позвольте мне рассказать Об одном случае, Которое произошло В моей юности. Я думаю, что этот рассказ Поможет нам Лучше понять наш сегодняшний текст, Что происходит. В Америке есть Одна детская игра, Которая называется Следуй за лидером. Игра довольно проста И безопасна. Один из участников Занимает место лидера И совершает какое-то действие Или движение, Неважно какое. Затем задача остальных В игре Следовать за ним И повторять это все. Понятно, да? Такая игра. Играют Дети Такую игру здесь? Нет? Играют? Играли? Окей. Но оказывается, Что мы с моими близкими друзьями Никогда не выросли. Потому что Мы еще любили играть В эту игру В нашей юности. Особенно, когда Мы катались вместе На горных лыжах. Я помню, Как один прекрасный Зимний день Мы с друзьями Мы бросили учебу И Пошли покататься. Солнце блестело. Только что выпало Почти полметра снега Свежего снега И В прошлую ночь Для настоящего любителя Лижного катания Это было совершенство На земле. И мы с утра до вечера Играли следы За лидером. Один за другим Спускаясь с горы. И все было просто отлично Пока мой друг Не сделал то Чего мне Потом было Ему очень трудно простить. Он пошел в период Занимая место лидера Взял одну Незнакомую тропинку И вел нас До края Десяти метровой скалы И без Всякого объяснения Он ускорил ход Прыгнул Со скалы Летя примерно Четыре секунды в воздухе Приземлился Удачно И продолжил кататься Как будто Ни в чем не бывало. В этот самый момент Та Безопасная Детская Игра Превратилась В испытание Моей веры И храбрости. Она превратилась Если хотите В игру Вам слабо. Ведь я Нашел себя В безвыходном Положении. На другой стороне Ожидала меня Или слава Или Возможно Даже смерть. В тот день Нас было Около Двенадцати человек Кстати. Но только Три Из Нашей Веселой Компании В конце концов Прыгнули И продолжали Играть. Обычно В этот момент В рассказе Люди спрашивают Меня Что я сделал. Я Что я сделал Что случилось Хотите Я взял момент И прыгнул И так Так взлетел Как Виземлился Не помню Говорят Не очень Главное Чтобы Я остался Жив Зачем Зачем Этот рассказ Сейчас Объясню Могу Ли я Предполагать Что такова Есть характер Нашего Отрывка Сегодня Ведь Иисус С Его Учениками В течение Двух Последних Лет Вели Более И менее Безопасную Игру Следуя За лидером Он ходил Они Следовали За ним Он учил Они внимательно Учились Они Старались Копировать Все Его Действия Но Здесь Иисус Делает Нечто Удивительное Он Повышает Ставки Игры И Детская Игра Превращается В данном Случае Возможность Страдания Читаем 8.27 И Пошел Иисус С учениками Своими В селение Кесари Филиппови Дорогою Он спрашивал Учеников Своих За кого Почитают Меня Люди Они Отпечали За Яна Крестителя Другие За Илю А не За одного Из пророков Он Говорит Им А вы За кого Почитаете Меня Петр Сказал Ему В ответ Ты Христос И Запретил Им Чтобы Никому Не Говорили О Нем И Начал Учить Их Что Сыну Человеческому Много Должно Пострадать Быть Отверженным Старичными Первосвященниками И Книжниками И Быть Убытым И В третий День Воскреснут И Говорил О Сем Открыто Но Петр Отозвав Его Начал Прекословить Ему Он же Обратившись И Взглянув На Учеников Своих Воспрятил Петру Сказав Отойди От Меня Сатана Потому Что Ты Думаешь Не о Том Что Божье Но Что Человеческое И Подозвав Народ С Учениками Своими Сказал Им Кто Хочет Идти За Мною Отвергни Себя И Возьми Крест Свой И Следуй За Мною Ибо Кто Хочет Душу Свою Сберечь Тот Потеряет Ее А Кто Потеряет Душу Свою Ради Меня И Евангелия Тот Сбережет Ее Ибо Какая Полза Человеку Если Он Приобретет Весь Мир А Души Своей Повредить Или Какой Выкуп Даст Человек За Душу Свою Ибо Кто Постидится Меня И Моих Слов Вроде Сем Прелюбоденным И Грешным Того Постидится И Сын Человеческий Когда Придет В славе Отца Своего Со Святыми Ангелами Аминь Наш текст Сегодня Отвечает На Два Важных Вопроса Кто Такой Настоящий Ученик Иисуса Христа И Зачем Стать Настоящим Учеником Иисуса Христа Эти вопросы Они Логично Связаны Конечно И Касаются Каждого Сидящего Здесь В зале Иисус Христос Как Спаситель Господ И Скоро Грядущий Судья Этого Мира Отвечает На Наши Самые Важные Жизненные Вопросы Давайте Послушаем Его Кто Такой Настоящий Ученик Христа Вопрос Очень Кстати После Всего Кто Не Говорит Сегодня Что Он Христианин Когда Нибудь Попробовали Это Сделать Hey Siri How Many Christians Are There In The World Yeah But It Doesn't Answer That Way Написано Здесь А Сирия Отвечает Что Одна Треть Селения Мира Называет Себя Христиан Было Здорово Если На самом Деле Это Было Так В Последнее Время Кажется Что Все Называют Себя Христиан И К Сожалению Этот Факт Смущает То Что На самом Деле Очень Ясный Библейский Ответ Такой Народ Который Живет Под Государственной Религией Обычно Мыслит Так Я Добавляю Нацию Русский Например Я Русский 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 Человек Православный Православный Человек Верующий Верующий Человек Спасен Оказывается Я Спасен Желаю Чтобы Все И До Дна Но если Честно Мы тоже Способны Так Размышлять Кто-то Думает Например Я родился В христианской Семье Или Я Уже Двадцать лет Хожу В церковь Или Я Получил Христианское Образование Уже Выше Или Я никогда Не считал Себя Иначе Значит Я Спасен Подобные Размышления Вряд ли От чистого Сердца Слово Божие Противоречит Всем Этим Поверхностным Доводам С Тридцать Первого По Тридцать Четвертый Стихи Подтверждая Что Есть Три Признака Настоящего Ученика Христа Три Признака Первый Признак Такой Ученик Подражает Христу Тридцать Первый Стих И Начал Учить Их Что Сыну Человеческому Много Должно Пострадать Быть Отвержен Устарейшинами Первосвященниками И Книжниками И Быть Убитой И В третий День Воскреснут Написано Что Только Тогда Когда Иисус Получил От Петра Добрую А Исповед Что Иисус Есть Христос Сын Бога Живого Он Начал Говорить Откровенно О Его Будущем Предательстве И смерти До этого Времени Иисус Только Туманно Намекал Об этом В своих Притчах Например Как В Второй Главе В Двадцатом Стихе Написано Придут Же дни Когда Взять Будет От них Женых И Тогда Будут Поститься В тот День Разумеется Что Ученики Долгое Время Не Понимали Такие Высказывания Или Не Не Хотели Понять Но Здесь Иисус Уже Начинает Говорить Открыто Откровенно Важнее Для нас Пророчество О Его Предстоящем Страдании И Жертве Является Пусковой Площадкой Для Дискуссии Об Ученичестве После Того Как Он Уже Откровенно Говорил О Его Путь К К Кресту Ему Пришлось Напомнить Окружающим Что Это значит Следовать За Ним То есть Кто Такой Настоящий Ученик Креста Человек Подражающий Ему В том Числе В его Страдании И Смерти Это Как будто Иисус Говорит Здесь Если Я Буду Отвергнут То Мой Ученик Будет Отвергнут Если Они Убьют Меня То Вполне Возможно Что Они Убьют Его И Конечно Если Я Воскресну То Он Тоже Воскреснет И Апостолы Везде Повторяли Эту Мысль В своих Посланиях И В конце Даже Забочарили Ее Своей Кровью Почти Каждый Да И Все Желающие Жить Благочестиво Во Христе Иисусе Будут Ганимы Почему Потому Потому Что Они Его Настоящие Ученики Не Получают Награды Здесь На земле Только Потом Мой Самый Любимый Русский Гимн Чудное Озеро Кенни Сарецкое Люблю Его Не Только Потому Что Он Имеет Вязчивый Мотив Потому Что Слова Второго Куплета Всегда Взывающий Ныне Он Духом Своим Поселяется В наших Счастливых Сердцах Но Что Же Не Ясно Он Нас Отражается Как Отражался В Водах Я Скажу Что Не Ясно Или Не Хватает Братья И Сестры Страдание За Правду Смерть Для Себя И Жернование Для Других И Воскресной Силы Сегодня Настоящий Ученик Подражает Христу Несмотря Наследствие Он Следует За Ним Куда Бо Он Не Пошел Мы Сейчас Не Говорим О Совершенстве Хочу Это Подчеркнуть Настоящий Ученик Может Разочаровать Христа Мы Признаем Что Такое Иногда Бывает К сожалению И Это Наш Второй Пункт Здесь Прочитаем Тридцать Второй И Третий И Говорил О Сем Открыто Но Петр Отозвав Его Начал Прекословить Ему Он же Обратившись И Взглянув На Учеников Своих Воспритил Петру Сказав Отойди От меня Сатана Потому Что Ты Думаешь Не о Что Божье Но Что Человеческое Ученик Как Отца Может Заблюдиться Бывает Здесь Петр Представляет Нам Пример И По Новозаветным Данам Это Не Последний Его Раз В этом Роле Иисус Обращается К Петру Очень Резко Называя Его Даже Сатана Нет Некоторые Католические И Харизматические Богословы Из-за Своих Разных Предубеждений Пытаются Обойти Что Ясно Написано Здесь Они Говорят Что Иисус Обратился В этот Момент Не К Петру А Именно К Сатане Который Находился Или Где-то Рядом Это Католики Или В нем Это Некоторые Харизматы Но Такой Вывод Просто Невозможен По Некоторым Экзогетическим Причинам Во Первых Буквалный Перевод Слова Иисуса В 33 Стихе Не Отойди От Меня Но Прочь За Мной Есть Разница Прочь За Мной То Есть Станьте Настоящим Учеником Петя Знай Своё Место Не Менее Убедительно Это Факт Что Только Петр А Не Сатана Способен Мыслить По Человечески Совершенно Ясно Тогда Что Здесь Иисус Называет Петра Сатаной Видимо Подчеркивая Что Петр Искушает Его Так Как Сатана Занимался Этим В пустыне Он В данный Момент Играет Рол Сатаны И Помысли Петра Здесь Были Человеческие То есть Плотские И Эгостичные Видите Петр Не Имел Места Для Мертвого Мессии Он Не Хотел Понимать Божий План Спасения И Наверное Подумал Типа Ну Сколько Таких Ложник Мессии Уже Шли В Могилу А Я Уже Отдал Все Чтобы Следовать За Иисусом Да Лучше Не Щутить Со Смертью Здесь Я Сейчас Поговорю С Ним Что Хочу Сказать Здесь Если Ученик Такого Калибра Как Петр Может Заблудиться Тогда Нам Это Запросто Сколько Разьян Настаивал На Свою И Согрешил Против Божьего Плана Для Моей Жизни Трезвитесь Бодрствуйте Потому Что Противник Ваш Дьявол Ходит Как Рыкающий Лев Ища Кого Поглотить Кто Это Сказал Кто Это Сказал Где Это Написано Посланник Петр Петр Настоящий Ученик Христа Несовершен Хотя Он Он Всегда Стремится К Совершенству Заблуждаемся Иногда Поэтому Мы можем Радоваться Вместе Что Богу Самое Главное Направление Нашей Жизни А не Ее Совершенство И что Он До сих пор Прощает Наши Грехи Ученик Иисуса Христа В целом Подражает Ему Иногда Падает Но В конечном Итоге Живет Жизнью Мученичества Тридцать Четвертый Стих И Подозвав Народ С учениками Своими Сказал Им Кто Хочет Идти За Мною Отвергни Себя И возьми Крест Свой И следуй За Мною Помню Когда Я Проповедовал Проподавал Извините В Санкт-Петербургском Христианском Университете Это уже Давно Было Но я Помню Как один Из моих Студентов Однажды Спросил Меня Если Верующий Который Занимается Самоубийством Идет В рай И я Кратко Ответил Ему Какой Верующий Не занимается Самоубийством И сказал Это потому Что Иисус Говорит Здесь Что Настоящее Христианское Ученичество Начинается Когда Человек Решает Не жить А умирать Для себя Это Сознательное Решение Жить Для Бога А не Для себя Но Иисус Продолжает Говоря Что Настоящий Ученик Не только Умирает Для себя Но он Тоже Самое Время Готов Если Нужно Умирать Для Господа Это То Что Значит Возьми Свой Крест Хотя Иногда Мы говорим Метафорически Что Мой Крест Это Оно Или Другое Само Это Поколение Свидетельствовало Как Римское Правительство Распяло Две Тысячи Иудеев За Подстрекательство Комитежу Само Это Поколение Иисуса Историк Джусто Гонзалес Пишет И мы Его Цитируем Когда Иисус Был Ребенком Произошел Бунт Против Архелая Сын Ирода Ему Пришлось Звать В помощь Римскую Армию Римляне Уничтожили Один Город В Галилее Около Назарета И Распяли Две Тысячи Иудеев Распяли Так что Для Иудеев Крест Был Ясной Метафорой Мученичества Они поняли Сразу Что такое Возьми Свой Крест Я не знаю Что еще Сказать Братья и сестры Как достаточно Подчеркивать Призыв Иисуса Здесь Иисус Иисус Не обращался К людям Знаете С высказыванием Что Бог Имеет чудесный План Для вашей Жизни Он Даже если Такое Высказывание Правда Отчасти Оно все равно Обманчивое Иисус Я не знаю Как вы Но Трудности Чтобы Добавить Христа Грубо говоря Почему Он Мне Нужен Ну Иисус Предвидит Такую Реакцию И Наверное Поэтому Продолжает Отвечая На наш Второй Вопрос Почему Нам Необходимо Стать Его Учениками И Таким Образом Иисус Дает нам Три Причины Почему Мы Должны Следовать За Ним Первая Причина Такая Следуйте За Иисусом Потому Что Только Таким Образом Вы Избежите Вечную Бедность Это Тридцать Пятый И Тридцать Шестой Стихи Ибо Кто Хочет Душу Свою Сберечь Тот Потеряет Ее А Кто Потеряет Душу Свою Ради Меня И Евангелие Тот Сбережет Ее Ибо Какая Полз Человеку Если Он Преплетет Весь Мир А Душе Своей Повредит Что Что И Мир Что Я Говорю Избежите Вечную Бедность Но Самая Ценная Вещь У Нас Это Наша Жизнь Библия Называет Нас Инвесторами Здесь Вкладчиками Которые должны вкладывать это сокровище разумно. Но если мы защищаем нашу жизнь от требований и желаний Бога и тратим ее на себя сейчас, то ничего не останется нам для вечности. А с другой стороны, если мы отдаем Богу свою жизнь, то вкладываем в вечное будущее сны. Мы избежим вечную бедность, потому что в конце концов мы получим то, что мы правильно вкладывали. Интересно, что Павел тоже говорит о Боге как о духовном банке, так сказать. Он пишет в 2-м послании к Тимофею, «По этой причине я и несу это страдание, но не стыжусь, ибо знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онний день». Поэтому, братья и сестры, отдайте свою жизнь Богу сейчас, как раз быстрее. Потому что никто не любит бедность, особенно вечно. Вторая причина. Следующая. Следуйте за Иисусом, потому что только таким образом вы избежите вечную взятку. 37-й. Или какой выкуп дай человек за душу свою? Что я имею в виду вечную взятку? Ну, вполне возможно, что кто-то здесь в зале задумался. Всегда есть такие люди. Слушай, я знаю, что я сделаю. Я приобрету весь мир здесь, а потом мы с Богом договоримся. Типа полтинник в паспорте, как делалось давно-давно. Дело вот в чем. В раю есть совершенно другие правила, чем здесь на земле. Когда умираем, мы не можем брать все это с собой. Бог все равно не принимает взятки. И даже если, предполагаем, Бог принимал взятки, душа человека ценнее целого мира. Только драгоценная кровь Иисуса Христа способна искупить жизнь человека. А каждый ученик Иисуса искуплен его кровью. Интересно мне, если когда-нибудь случалось с вами, что вы что-то покупаете, и оказывается, что у вас нет при себе денег, чтобы потом платить. Сейчас я знаю, что мы все платим диджитально, и это не часто бывает. Но было такое время, когда это случилось. Все в очереди ждут вас, пока вы ищете свои деньги, куда они делись. И кассир смотрит на тебя, как сумасшедшего. И вы волнуетесь, и теряетесь. Случай очень неприятный. Теперь представьте, что вы этот человек пред Богом. В тот день. Ученику Иисуса Христа не будет стыдно в этот момент. Ведь его спаситель уже давно заплатил за него. За его вход. Третья и последняя причина такова. Следуйте за Иисусом, потому что только таким образом вы избежите вечного суда. Последний здесь, 38 стих. Ибо кто постидится меня и моих слов вроде всем прелюдейным и грешным, того постидится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Что вы сейте, то и пожнете. До какой степени вы постидитесь Иисуса здесь, сейчас, до такой степени Он постидится вас, тогда, когда придет судить этот мир. Это обещание. Как написано, Бог поругаем не будет. И не обманивайтесь снаружностью, братья и сестры. Да, это правда, что Исайя пророчествовал о Мессии, что он взошел пред Ним, как отпрыски, как растоки сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, которое привлекало бы нас к Нему. Да, все это сбилось в личности Иисуса. Но это не все. Это еще не конец. Этот же самый Мессия вновь придет во славе своего Отца. И на этот раз задача не будет спасти мир, но воевать против, и судить Его. Вспомните слова второго послания к фессалоникийцам. Сейчас я найду их. Ибо правильно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет, прославится во святых своих и явится дивным в день Онный во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Друзья мои, не стоит стыдиться нашей веры, потому что издевательство мира ни в коем случае не хуже вечного суда, который только начинается в связи с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Так что стойте твердо в вашей вере, несмотря на все. Изучение Иисуса в нашем отрывке здесь совершенно ясно. Настоящее ученичество – очень серьезное дело. Но это стоит того. Хотя это несовершенство. И слава Богу, что это несовершенство. Мы несовершенны. Хотя это не это, христианское ученичество, готовность подражать Христу, умирать для себя, если нужно за Христа. Звучит строго, даже немножко страшно. Но существуют очень убедительные причины, почему мы должны отдать свою жизнь Иисусу. Только таким образом мы избежим вечное посрамление и погибло. Как я сказал, дело серьезное, но стоит того. Пусть Бог поможет нам жить достойно нашего призвания, как христиане, и чтобы мы решительно и полностью отдались Ему вере. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся об этом, кто желает, а потом я закончу. Спасибо. Спасибо. ГОВОРИТ ПОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Слава Тебе! 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 У нас остался еще один гимн. Пожалуйста, братья, сюда выйдите. Муж галильянин. Хочу повторить фразу Дейна, которую он произнес. «Зачем нам это все?» Помните эту фразу? «Зачем мне это все?» Пускай этот вопрос будет в нашей памяти. Зачем и почему мы верим в Иисуса Христа? Пусть галильянин тебя не пройдет. Пусть галильянин тебя не пройдет. Пучка лилиянин тебя не пройдет, Пучка лилиянин тебя не пройдет. Если ты позволишь, Он сам придет в любя, И силою Своей коснется тебя. Если ты позволишь, Он сам придет в любя, И силою Своей коснется тебя. Иного пути нет, и не найдешь, нет-нет, Иного пути нет, и не найдешь, нет-нет, Иного пути нет, и не найдешь, нет-нет, И сколько Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Пушка Лилиянин меня не прошел. Пушка Лилиянин меня не прошел. Я Ему позволил, Он сам пришел в любя, И силою Своею коснулся меня. Я Ему позволил, Он сам пришел в любя, И силою Своею коснулся меня. Ни нового пути нет и не найдешь, нет, нет. Ни нового пути нет и не найдешь. Нет, нет. Ни нового пути нет и не найдешь. Нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, Победа в имени Иисуса Господа. Благодаря Богу за этот день, который мы имели сегодня, в воскресенье, прийти, прославить, поклониться Тебе и услышать Слово Твое. Благодаря нас Тебе особую за Слово, которое Ты передал нам через брата Дейна, Господь. Помоги нам и мне лично быть действительно правильным учеником Твоим, чтоб я следовал за Тобой. Благослови в этом вхождении каждого из нас. Распусти нас сейчас с миром во имя Иисуса Христа. Прими благодарность наш Бог. Аминь. С вером Божьим.